В этом видео я покажу три рецепта приготовления быстрых завтраков. Готовится блюдо очень просто, из доступных продуктов. Сырные золотистые оладушки оценят любители сыра. Творожная запеканка в банке покорила меня тем, как быстро она готовится. Ну а рисоблин с сыром получается особенно нежным и вкусным. Для приготовления сырных оладушек нужно смешать в глубокой миске твердый сыр, натертый на мелкой терке, кефир любой жирности, соль, кукурузную муку и разрыхлитель. Тщательно перемешать венчиком. На разогретую сковороду влить немного растительного масла и смазать силиконовой кисточкой. Выложить немного сырного теста и сформировать оладушек. Обжарить с каждой стороны до готовности. Очень вкусно подавать такие оладушки со сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита! Чтобы приготовить ленивую запеканку в банке, в глубокую миску нужно поместить мягкое сливочное масло, добавить сахар и щепотку ванилина. Тщательно взбить венчиком, чтобы масло с сахаром хорошо соединилось. Добавить одно крупное куриное яйцо и снова взбить венчиком. Далее добавить творог и кукурузный крахмал. Хорошо взбить венчиком, чтобы масса получилась как можно более однородной. В готовую творожную массу добавить заранее замоченный и просушенный изюм. Хорошо перемешать ложкой. Разложить творожную массу в баночки. Обязательно оставляйте свободное место для увеличения запеканки во время готовки. Поставить баночки в микроволновую печь на 5-7 минут при мощности 600 ватт. Баночки с готовой творожной запеканкой аккуратно достать прихватками из микроволновой печи. Подавать творожную запеканку можно с медом, вареньем, сметаной и так далее. Попробуйте, это очень вкусно! Чтобы приготовить рисоблин с сыром, в глубокую миску необходимо поместить творог, 2 средних яйца, плить молоко и добавить щепотку соли. Измельчить все погружным блендером до однородного состояния. Добавить к полученной массе рисовую муку. Перемешать ложкой или лопаткой, чтобы получилось однородное, не слишком густое тесто. На разогретую сковороду вылить немного растительного масла и смазать силиконовой кисточкой. Вылить тесто, разровнять. Готовить рисоблин на среднем огне 3-4 минуты. Затем посыпать верх блина измельченным свежим укропом и тертым сыром. Я использовала солугуни. Накрыть рисоблин крышкой, убавить огонь до минимума и готовить еще 2-3 минуты. Получается мягкий, сочный и очень вкусный рисоблин с сыром. Продолжение следует...